Известно, что история человечества это история совместного существования мужчины и женщины, в результате чего рождаются дети. И воевало человечество не за землю и золото, как пишут в наших учебниках, оно воевало за женщин, потому что зачем оно земля и золото, если нет женщины и нет наследника. Страшные трагедии и драмы разворачивались в борьбе за обладание самыми красивыми, самыми породистыми, самыми плодовитыми женщинами. И так было тысячи лет. Но вот история, как колесо рулетки, сделав виток, остановилась и показала на нас. И оказалось, что мы с вами отхватили джекпот, улыбку фортуны. Но в чем же наш суперприз? Да в том, что мы впервые за всю историю человечества наконец потеряли необходимость воевать за женщину и умирать. Ничего этого теперь не надо. Не надо идти в поход, сражаться с риском для жизни, платить золотые караваны. Вообще не надо напрягаться. Вон оно, это чудо в короткой юбке, ходит совершенно свободно по улице. Бери и пользуйся. В смысле, бери в жены и заводи детей. Какие проблемы? Впервые в истории человечества одежда вокруг моря, жрачки завались. Вокруг сплошные удобства. Паровое отопление, электричество и контрацептивы, которые гарантируют удовольствие без всяких последствий. Но вот в этом-то как раз и оказалась злая насмешка фортуны. Какие там последствия? Если в наше время контрацептивы, извините, уже давно покупают с целью предохраниться от СПИДа, но никак не для защиты от рождения детей. Потому что дети в наше время с каждым годом и так получается все труднее и труднее. Ведь еще лет 30 назад, как было, вспомните, кто постарше. Три презерватива на деле. То ли целовались, то ли за ручку держались, а хоп тебе, беременна. Слезы в подушку, мама в обмороке, папа с дрыном. А дальше все, как у всех. Живот, ребенок, свадьба. Хотя и не всегда. А что сейчас? А сейчас оба и молодые, и здоровые, и детей хотят, и распашонки бесконечно рассматривать. И пыхтят круглые сутки, как будто паровоз запускают. А не получается? Так до 40 лет пыхтят-пыхтят, а потом, если не развелись, куда идут? Правильно, на ЭКО или на усыновление. Что, я разве не прав? Почему же с таким трудом и так мало рождает последнее поколение жителей Земли? В чем причина? Посмотрите, все, что мы вам сейчас покажем и расскажем, это очень серьезная привереда. Или еще хуже, объедки. Теперь должны называть бездетных женщин старше 27 лет. Это официальный указ, изданный недавно в Китае. Постановление в первую очередь касается средств массовой информации. Они обязаны как можно чаще уничижительно отзываться о таких дамах. Молодые женщины возмущены отношениям правительства. Их не имеющих детей в стране миллионы. И они, в свою очередь, винят мужчин. Из-за них не получается обзавестись потомством. И это уже подтверждает медицинская статистика. Только сегодня впору называть объедками всех женщин мира. Это раньше считалось, что мужчины чрезмерно озабоченные. Только и думают о сексе. Но это уже не так. Они либо не хотят, либо не могут. А явления как метросексуалы – это не дань моде и не всего лишь внешнее проявление женственности у мужчин. А чаще всего серьезное нарушение репродуктивной функции происходит из-за женских гормонов, которые есть в нашей повседневной пище. Современная еда постепенно убивает и сексуальность, и способность размножаться. Она перестраивает нашу генетику, внедряясь в ДНК. Если все-таки удастся воспроизвести потомство, все вредное, что мы потребляем с пищей, передастся по наследству и отразится уже на детях. И будут ли следующие поколения из внуков и правнуков – большой вопрос. Пять лет в одной из мировых соцсетей ввел блог человек, находящийся на грани смерти. Это британец Дин Ормби. Вот его фотографии до болезни и во время, словно два разных человека. Сотни тысяч людей читали то, как он описывал свою бывшую жизнь. Активного фитнес-тренера и культуриста, и нынешнюю, истощенного, умирающего от рака человека. Его не стало совсем недавно, под конец 2015 года. Не дожил и до сорока лет. Дин Ормби был одержимым бодибилдером. Постоянно тренировался и всегда употреблял гормональные добавки. Они нужны для повышения мышечной массы. Мы тоже принимаем в пищу такие добавки. Только не знаем об этом. О нас так позаботились производители мяса и молока. Конечно, в нас попадает гораздо меньший объем, чем у бодибилдера. Но нужны ли они нам даже в ничтожном количестве? Давайте возьмем молоко. Молоко может содержать, во-первых, инсулиноподобный фактор роста. То есть, что это такое? Вещество, которое стимулирует рост. Ребенок пьет молоко, он растет. Его клетки нуждаются в этом допинге. Когда тело сформировалось, а молоко продолжает стимулировать рост, может начать расти совсем не то, что нужно. Речь о самом обычном молоке. Но с определенной добавкой. Она оказывается в корове с гормоном, который либо прививают, либо подсыпают в корм. Ведь анаболики, которые приводят к процессу разрастания тканей мышечной за счет усиления синтеза белков, вот они применяются в том числе и в животноводстве. Анаболики и подобные препараты относят к гормонам роста. Они разрывают мышцы, которые начинают набухать. Соответственно, любой, кто их принимает, раздувается и мощнеет. Все это происходит очень быстрыми темпами. Поэтому мы и видим в магазинах огромных куриц, которых еще лет 10 назад не было, а в деревнях и сейчас нет. Есть только у тех, кто выращивает птицу на продажу. Курица вырастет не такая, а вот такая. Продать ее можно быть дороже. Есть предположение, что некоторые гормоны роста, которые используются в том числе в производстве куриного мяса, могут влиять на человеческий организм похожим образом. То есть съел курочку с гормонами, и будет у тебя тоже масса расти так же, как у курочки быстро или быстрее. Вот они и в ходу бодибилдеров. Никто из них не обращает внимания на многократные результаты исследования о том, что прием таких препаратов уничтожает организм, как и случилось с британским культуристом Дином Ормби. Он употреблял гормон. Его называют инсулиноподобный фактор роста. На нем и мышцы накачал, и спровоцировал раковое заболевание. Скорее всего, спортсмен знал о возможных последствиях. Как и все бодибилдеры, сам делал выбор. Мы без всякого выбора, как выясняется, можем употреблять этот гормон из молока. Коровы нам его дающие невероятно продуктивны и, соответственно, выгодны. Это большой соблазн для производителей. Нет никаких гарантий, что животных не подкармливают допингом, который потом отразится на здоровье людей. Сейчас, по наблюдениям клиницистов, помолодела онкология и, скажем так, увеличилось количество людей, страдающих онкозаболеваниями. Да, там вперед шагнула медицина, сейчас многие виды онкологии лечатся или хотя бы стабилизируются. Но, тем не менее, то, что помолодела вот эта онкология, некоторые ученые связывают как раз с слишком частым большим употреблением молочных продуктов. Всего-то пить молоко и спровоцировать раковые заболевания – такое трудно представить. Но и это далеко не все последствия, которые могут быть. Репродуктивная система человека либо ломается, либо начинает развиваться совсем иначе под воздействием гормона. Те же коровы, взращенные на особой прикормке, беременеют в более раннем возрасте. Ну а люди могут лишиться своих нормальных половых органов. Кстати, очень любопытный пример, почему у мальчиков очень много в период полового созревания, очень много отклонений в последнее время мы наблюдаем, вот, скажем так, в последние десятилетия. Причем и внешние проявления тоже. То есть, причем это проявление такого легкого евнохоидизма. То есть, генькомастия – это увеличенные грудные железы, это уменьшенные размеры половых органов, гипотрофия яичек и так далее, и так далее. Отложение, скажем, жировой ткани не в типичных для мужчины местах. Это появление стри, которые говорят о гормональном дисбалансе. Это в древности поэты о евнухах слагали стихи, восторгаясь их пышнотелостью да молодостью. Кастрированные полнели по женскому типу, и у них не росла борода. Такими становились после принудительной операции. Садистскую процедуру не все могли выдержать. Тех, кому удалось остаться в живых, продавали прислуживать при царских дворах. В основном в покоях жен или наложенец. Евнухи ценились, поскольку не представляли никакой угрозы. Сексуальные контакты их не интересовали. А если и могли быть при неполной кастрации, то царскую кровь не попортили бы. Зачать от них невозможно. Как и сегодня, при диагнозе евнухоидизм. Рост концентрации женских половых гормонов, пищевых продуктов, о чем, в общем-то, мало кто-либо говорит. И вот этих вот датчиков, которые бы проверяли эти пищевые продукты на содержание женских половых гормонов, ну, их нет. Но они попадают в организм мужчины и погодно действуют на его репродуктивную половую сферу. Прогестерон. Этот женский половой гормон подготавливает организм к беременности и вынашиванию. Увеличивает аппетит и замедляет движение пищи по пищеварительному тракту, чтобы дать возможность организму усвоить больше питательных веществ. Задачи при разведении коров и куриц те же. Еще один гормон – эстрадиол. У животных ускоряет созревание и прирост массы. Что с людьми? Для женщин не критично. Это их родные гормоны. Небольшой переизбыток вреда не принесет. Другое дело мужчины. Они становятся женственными. По характеру, по степени эмоциональности. Поглощаемые женские гормоны вытесняют мужские. Например, тестостерон. А он главный для нормальной сексуальной жизни. Доктора видят, что у человека сексуальная функция, она снижена. Очень сильно снижена. Это связано и со стрессом. То есть молодой мужчина занимается сексом один-два раза в неделю. Это считается нормальным. Понимаете? Это считается и сейчас в семьях, везде. В молодых парах нормальным. На самом деле это ненормально. Мужчина может заниматься сексом два-три раза в день. И это нормально. Мы почему-то забываем об этом. Вы скажете стресс, вы скажете работа, вы скажете времени нет. Ничего подобного. Это не отговорка. Мужчина здоровый так же, как и женщина. Они должны заниматься сексом, природой, каждый день как минимум. Мы привыкли считать Китай страной, где строго ограничивают рождаемость. С 1979 года там действовали жесткие законы, а население все равно увеличивалось. Но в последние годы все кардинально изменилось. По демографической ситуации в Китае, то есть в общем-то там проблемы с рождаемостью возникают. Они достаточно серьезно стоят. То есть демографическая ситуация в Китае на сегодняшний день стоит серьезной. И в ближайшие 50 лет это для Китая может быть очень серьезной проблемой. Настолько проблема, что правительство стало вводить существенные послабления. Сначала позволили иметь двух детей в деревнях, затем и городским жителям, тем родителям, которые были единственным ребенком в семье. И вот новое решение. С января 2016-го в Китае супруги имеют право иметь двоих детей без каких-либо ограничений. Но под конец года уже стало понятно, что ни одно из постановлений правительства не принесло результата. Рожать больше не стали. В клиниках нет наплыва беременных. Так что же происходит с китайцами? Почему из древнеплодовитая нация перестала размножаться? Уже привыкли себя ограничивать? Не хотят или не могут? В чем проблема? В общем-то позиционировать ее только с точки зрения уменьшения или требования к уменьшению количества рождаемости не совсем корректно, поскольку прекрасно знаем и использование очень широкой генно-модифицированной продукции, в том числе и совершенно безграничное использование минеральных удобрений для производства сельскохозяйственной продукции. Минеральные удобрения – они же химикаты. Китайское сельское хозяйство действительно получает от государства бесплатно и в неограниченном количестве. Столько, сколько запросят. А что досталось даром, обычно и применяется без всякой экономии. Только химикаты – уже давно привычное дело в сельском хозяйстве по всему миру. Другое дело с трансгенами. Лет 30 назад они стали распространяться по миру. Основные плантации генетически измененных растений принадлежат США. Расположены они не только на территории самих штатов, но и в странах Латинской Америки. Например, в Аргентине. И вот любопытная деталь. В Аргентине точно так же, как в Китае, резкое падение рождаемости. Без видимых причин. Об этом в стране говорят, как о национальной катастрофе. Теперь один факт, объединяющий Аргентину и Китай. Они – основные переработчики сои. Мы должны понимать, что порядка 90% мировой сои генетически модифицирована. Лецитин, соевый лецитин – это продукт, который получают и соль, и сои, и очень широко используют, в частности, в основном в кондитерской промышленности. Если вы покупаете продукт, который содержит соевый лецитин или сою, это группа риска, в том плане, что вы можете купить генномодифицированный продукт. Генетически модифицирован – значит, внедрили чьи-то чужие гены. Делается это по разным причинам. Чтобы не ели вредители, чтобы урожайность повысить или сделать устойчивыми к изменению климата. Генетики сейчас могут все с помощью своих лабораторных манипуляций. А потом это запускается в массовое производство. Только по-прежнему мы мало что знаем о трансгенах. Это другой продукт, абсолютно другой продукт. Как он будет влиять на наш организм, мы, к сожалению, большого исследования не проводились. Потому что одна аминокислота меняется на другую – это другой продукт. Помидор с одной аминокислотой, да, и помидор с другой аминокислотой – это два разных продукта. То же самое с соей. Собирают ее многие миллионы тонн, перерабатывают, делают огромное число популярных сегодня продуктов. Масло, сыры, молоко, мясо. Добавляют при колбасном кондитерском производстве. Остатки от переработки на корм животным, которых забивают потом на мясо. Если лет 10-15 назад активно говорилось о том, что это однозначно нехорошо, это нельзя использовать, то на сегодняшний день, ну, скажем так, по соотношению публикации «за» и «против», ну, 50 на 50. И аргументация основная «за» какая? О том, что человечество нуждается в большом объеме продуктов, что только внесение модификации, вот, использование генной инженерии позволит получить тот объем продукции, которая и не пропадает, и обладает определенным качеством. Поэтому этим надо заниматься, это надо использовать, в этом нет ничего страшного. Вот. Ну, вот, публикации о том, насколько это все проверялось на поколениях людей, вы на сегодняшний день не найдете. Востребованность сои в мире огромна. Среди всех генетически модифицированных по обороту, она на первом месте. Не так давно сои стали торговать на крупнейших биржах мира, наравне с золотом. Настолько она ценна, но, главное, очень прибыльна. И понятно, что использование таких растений в мире уже не остановить. Но если все-таки падение рождаемости связано с употреблением в пищу трансгенных продуктов? Мы должны понимать, что эстрогеноподобный эффект оказывают всевозможные продукты, например, генмодифицированные продукты. Токсически влияют на сперматогенез, на фертильность мужчины. Это, на самом деле, проблема, о которой нужно говорить сегодня. И она является ключевой в снижении фертилизирующей функции мужчины. Вот если мы раньше говорили о том, что мужской фактор бесплодия, он не превышал где-то порядка 7-10% бесплодном браке, то сегодня как женский, так и мужской фактор, они практически сравнялись по своему, по частоте выявления проблем, как у женщин, так и у мужчин. Есть данные. Они сохранились с 1840 года, что каждое десятилетие средний возраст, начало полового созревания снижается примерно на 4 месяца. Сейчас отмечается совершенно иная тенденция. Формирование организма у подростков происходит с задержкой. Одна из причин – нехватка половых гормонов. Нельзя исключать, что к этому имеет прямое отношение трансгенная продукция, которая как раз появилась в мире несколько десятков лет назад. Порядка 10-12 лет назад продукты с ГМО можно было очень легко обнаружить. Делаешь контрольную закупку, там, 10 брендов, и обычно в 3-4 из них мы находили ГМО. Тогда еще не было никаких ограничений на использование ГМО в детском питании. Известно, что в него добавляли соевый лицетин. И тогда же произошел резкий рост пищевых аллергий. По сравнению с 1960-м, например, годом, количество аллергических заболеваний увеличилось в 4 раза. Считается, что от 10 до 30% населения больших городов страдают аллергическими заболеваниями. И по прогнозам, в ближайшие 20 лет аллергическими заболеваниями будут страдать около 50% населения больших городов. Трансгенные растения, из которых производят продукты питания, были только началом в большой индустрии по созданию ГМО. Сейчас ученые уже умеют внедряться в геномы живых существ. Можно получить мышь трансгенную, в которой вместо мышиных иммуноглобулинов будут сидеть иммуноглобулины человека. И тогда, естественно, эта мышь будет вырабатывать антитела, в принципе, человеческие, а не мышиные. А потом уже, если она выработала эти антитела, произошла перестройка, можно выделить гены, эти самые перестроенные, и, соответственно, их используют в качестве стартового материала для получения трансгенной козы. Так и собирают трансгенный конструктор ученых. Цепочка генетических изменений в итоге объединяет мышь человека и козу. Козы, кстати, сегодня самое востребованное животное у генетика. Есть уже целые стада генетически модифицированных, но используют их для разных задач. Это зависит от того, какой вы ген посадите в козу. Конечно, это разные гены. Вы делаете разных трансгенных коз. Вы можете сделать трансгенную козу, у которой в молоке продуцируется лактоферин. Вы можете сделать, это будет другая, конечно, трансгенная коза, у которой в молоке продуцируются белки паутины. Вы можете сделать козу, у которой продуцируются белки, факторы свертывопости крови. Несколько лет назад родились козлята с геном лактоферина человека. Это компонент иммунной системы. Он вырабатывается у женщин в период лактации, в грудном молоке. Важен в кормлении детей. Но его очень мало. А чтобы можно было производить в промышленных масштабах, придумали выводить трансгенных коз. Их молочная железа – универсальный реактор, в котором происходят все биотехнологические процессы. Если это сидит в ДНК, это уже генетически измененный организм, трансгенный. Он будет передавать все это своему потоку. Молоко трансгенной козы пить нельзя. Хотя и считается, что само оно не способно к передаче генетического материала. Но ученые признаются, что просчитать наверняка поведение измененных организмов невозможно. Потому что клетка – это живое существо. А контролировать живое существо, как мы знаем, достаточно сложно. Поэтому в первую очередь внимание как раз обращают все на безопасность при применении клеток. Потому что если клетка вдруг выйдет из себя, взбесится и скажет «О, не хочу я быть такой, а буду я другой», она раз и станет трансформированной. И будет опухоль. И в этом всегда есть очень большая опасность. Человек в ходе своей эволюции не просто развивался и становился все более разумным. Он мутировал. Это и есть изменения в генетике, передающиеся через поколения. Но происходили они под воздействием естественных природных процессов. Например, из-за космической радиации, которая долетала до Земли после вспышек звезд. Повлиять человек на это не мог. И какими бы ни были эти генетические изменения, именно мы, вот такие, как есть сейчас, оказались самыми живучими. Ведь мы сегодня знаем, что параллельно с видом Homo sapiens, с тем человеком, который мы сегодня себе представляем, мы существовали вместе с неандертальцами, с денисовским человеком. И, в общем-то, несколько видов людей отдельных существовали параллельно. Но выжил в определенных условиях только наш вид. Сейчас иначе. Человечество само создает все условия для сильнейших генетических изменений. Само производит, а потом съедает то, что вызывает мутации. Удастся ли нам и дальше оставаться самыми живучими? В ближайшее время можем увидеть в магазинах продукты с маркировкой «Подвержено радиоактивному облучению». Если, конечно, отыщется производитель, который честно подпишет продукцию, обработанную по новым правилам. Они стали действовать с начала 2016-го. И об этом мало кому известно. При облучении продукции радиации происходит образование так называемых свободных радикалов. Это очень химически активные вещества, которые нарушают функции основных метаболитов человеческого организма, то есть белков, жиров, углеводов. Образуются вещества, которые по своей природе канцерогены, то есть способны вызывать рак, которые токсичны, могут вызывать аллергию и так далее. Станут использовать цезий-137 – радиоактивный химический элемент. Известно, что у него период полураспада активных атомов – 33,5 года. А полностью просчитать невозможно. Может быть опасным для любых организмов до 300 лет. При распаде излучает гамма-лучи. Именно он образуется в ядерных реакторах и ядерном оружии. Он же выбрасывается при ядерных испытаниях и авариях на атомных станциях. В том числе так произошло в Чернобыле. Тысячи пострадавших людей, заболевания, передающиеся уже несколько поколений, уничтоженные земли. Теперь с применением цезия-137 будут облучаться продукты. Это чисто коммерческие проекты. Они не связаны с проблемами людей, они связаны с проблемами торговли. Еще до принятия закона, позволяющего облучать продукты питания, проводились пробные работы в одном из регионов России. Тогда ряд ученых настоятельно призывал прекратить шутки с природой. К сожалению, очень забываем часто о том, что та же самая радиация, которая единожды поразила тот или иной регион, имеет тенденцию к распространению. Да, может быть, дозы-то небольшие, но они все равно сохраняют свою мотогенность. Ведь колоссальная заболеваемость, допустим, раком щитовидной железы, наблюдается в близлежащей от Подмосковья областях, которые были покрыты Чарнобыльским облаком. На самом деле периоды полураспада радиоактивных элементов, они не сравнимы с человеческой жизнью. Это продолжается очень долго, даже если происходит рекультивация и детоксикация земель, почвы, воздуха и так далее. Никуда эти элементы, по большому счету, не уходят. Сторонники использования радиационной обработки ссылаются на международный опыт. Еще несколько десятилетий назад разрешено так делать в США, Индии и Китае. Это те страны, которые поставляют громадные партии продукции в разные части света. Облучение позволяет хранить товар дольше. Охлажденное мясо не портится до двух-трех недель. Картофель не прорастает. Значительно сокращаются потери при хранении овощей и зерна. А поскольку глубина проникновения, как правило, гамма-излучения достаточно большая, поэтому и очень удобно, затраты минимальные. Не надо ничего не перелопачивать, не переделывать. То есть, скажем, к танкеру, перевозящему зерно, или к трюмам вводятся эти источники, определенная доза обеспечивается, и все. То есть все очень быстро, все очень эффективно. Это очень привлекательная в этом плане технология. В малых дозах это излучение действительно работает, как мощная стерилизация. Но при этом разрушаются клетки, и происходят изменения в ДНК облучаемого организма. Вот во всех документах, которые показывают значимость, необходимость этих технологий, ссылка идет именно на то, что после вот такой обработки никаких вредных элементов для человека не обнаружено. Совершенно не говорится о том, что продукт после этого может быть, может изменить свои свойства. А вот как эти свойства, измененные, повлияют на человека, ну вообще таких исследований практически найти невозможно. Простой пример с микроволновой печью. Когда они только стали распространяться, говорили о их возможной опасности. При этом мы привыкли к ним. Почти у всех дома есть, и никаких признаков облучения не фиксируются. Действительно, излучение от микроволновки незначительное. Но продукт, который в ней побывал, все равно меняется. Если одну кружку молока подогреть на электрической печи до 80 градусов, вторую в СВЧ печи тоже до 80 градусов, то по своим свойствам молоко в кружках станет совершенно различным. Способность поглощать электромагнитное поле любое зависит от содержания воды в продукте. Ну, в молоке его очень много. Поэтому поглощение поля идет очень сильное. Но вот как раз-таки происходящая деполяризация или поляризация молекул под действием СВЧ поля, она приводит к тому, что вот электрические свойства молока становятся другими. Чему это приведет? Не знаю, таких исследований не проводилось. Но то, что это продукт уже... Это будут немножко разные продукты по своим свойствам, это однозначно. Как это повлияет на эти... Это тоже не проводилось. В 1958 году Совет Министров СССР уже разрешал облучение зерна с целью дезинфекции. На Одесском элеваторе были установлены два ускорителя. Они обрабатывали зерно, которое поступало из-за границы и разгружалось в порту. Потом уже распространялось по Советскому Союзу. Шло на производство, затем в виде какой-то продукции в магазины. То есть мы ели хлеб, радиационно облученный еще в 50-х. Отразилось ли это на людях? Возможно, да. Но сказать доподлинно никто не сможет. На те годы и позже пришелся пик радиационных и химических выбросов из-за аварий. Поэтому определить степень воздействия только от облученных продуктов невозможно. А мы, кстати, еще не знаем, где были те самые захоронения в период создания ядерной бомбы в Советском Союзе. Когда, в общем-то, никаких особенных средств защиты у людей, которые работали с плутонием, с ураном, особенно не было. Захоронения были повсеместные, в том числе и в Подмосковье. И как это воздействует на сегодняшнее поколение, в том числе в плане репродукции, на количество внутриутробных и последующих уростов, аномалий. Сказать очень сложно. Но на самом деле, скорее всего, это произошло и еще долгое время будет происходить. Открытием стали результаты эксперимента с мышами Агутти. Это зверьки с генетической мутацией. У них светло-желтый окрас. Они жирные и больны диабетом. Потомство у них рождается точно такое же. Но эффект гена Агутти был полностью стерт в следующем поколении. Как только ученые изменили питание у мышей. Самок будущих мам стали кормить едой, обогащенной веществами с метильной группой. Таких, например, много в луке, чесноке и свекле. И оказалось, что как раз эти метильные группы появились в том месте на молекуле ДНК, где произошла мутация. И этот ген, который приводил к светлой коже, к ожирению, к диабету, он в потомках замолчал. Конечно, если отменить этот рацион питания, он опять заговорит. Но до тех пор, пока потомки этих мышек будут есть продукты, которые богаты метильными группами, они будут оставаться здоровыми, веселыми и не болеть диабетом. То есть наша судьба – это не только ДНК, но и то, как мы эту ДНК используем в рамках окружающей среды. Что мы едим, где мы живем, что мы пьем. Эксперимент с мышами Агутти – это эпигенетическое исследование. Новое научное направление. Появилось, когда выяснилось, что над генетикой стоит своего рода рулевой, который ей управляет и в итоге формирует то, что будет наследовано следующими поколениями. Мы сегодня начали изучать эпигенетику. Как она скажется и каким образом достоверно мы узнаем последствия всего этого дела, это будет только через 50 лет. Мы сегодня не можем точно сказать, мы можем только предсказать и предположить, что будет происходить с человеком, а получить подтверждение нашей правоте мы сможем только, наверное, лет через 20-30. Ведь сначала мы должны лет 10 пронаблюдать, что происходит у этих людей, а потом только у их потомков. То есть это, конечно же, очень длительные запланированные эксперименты, результаты которых сегодня, в общем-то, еще неизвестно. А примеров явно нездорового влияния того, что мы едим, и генетики, и химики уже сейчас могут привести достаточно. Вот уже давно любимые нами шпроты. Обычно их очень часто запрещают к продаже в нашей стране, потому что каждый раз находят избыточное количество бензопирена в этих шпротах. Конечно, это не самое замечательное вещество. И очень часто, и правильно его осуждают за те мутации, которые происходят у человека, за взаимодействие с молекулами ДНК. А мы их с наслаждением едим. Во времена дефицита шпроты относились даже к деликатесам, которые очень важно было купить к новогоднему столу. Сейчас этих баночек в магазинах от десятков производителей. Надо сказать, что бензопирена всюду, не только в шпротах, а всюду находится избыточное количество. И в копченом мясе, и в сосисках, и в жареных котлетах, и особенно в мясе, которое на гриле мы с огромным удовольствием едим, вот это все содержит значительное количество бензопирена. Бензопирен – это ароматическое, полициклическое соединение, углеводород. И он негативно влияет и на репродуктивную функцию человека, мужчины и женщины. Он может приводить к раннему половому созреванию. Он может влиять на ухудшение спермы у мужчин. Может произойти и так, что не будет явного воздействия на человека. Он сколько бы ни употреблял бензопирена или других вредных веществ, о которых говорят эксперты, будет здоров. Но это только видимость. Вероятно, скрыты изменения в человеке. Мутации генов произошли. Они есть внутри. Мы их носители. И передадим потомству. То есть у него еще все в порядке. Он не бесплоден. Как бы может зачать, а она может родить, предварительно выносив плод. Но уже у следующего поколения могут проявиться вот эти вот самые изменения, которые, к сожалению, пока прогнозировать очень сложно. Подсластитель аспартан. Полностью химическое вещество. Посмотрите состав любого сладкого продукта. Вероятнее всего, там обнаружите этот сахарозаменитель. Только по вредности он явно опережает сахар. Есть исследования, которые показали, что попадая в организм и накапливаясь там, приводит к нарушению гормонального баланса. Что входит в состав этого сладкого газированного напитка? Ну, вода, сахар, сахарозаменители. Вот, скорее всего, что в качестве сахарозаменителя используется аспартам или цикломат. Потому что в основном используются именно эти супердешевые и очень сладкие вещества. Надпись на бутылке «Пить охлажденным» – это не трепетная забота о нашем утолении и жажды, а жизненно важное предупреждение. При нагревании аспартам распадается на опасные химические соединения. Аспартам вообще нельзя, потому что выше 40 градусов, там образуется, при температуре выше 40 градусов, образуются токсические вещества, которые влияют и на печень, и на почки, и на сердечно-сосудистую систему. Все. Куда вы его будете добавлять? Пироги также вы не добавите, потому что там температура высокая. Куда вы будете добавлять этот сахар? Сахарозаменитель. Странный продукт питания, который по всем параметрам нельзя употреблять в пищу. Только если в холодном виде или грызть сухим. Но и так опасно. Он вообще не должен оказываться внутри человека. При очень реальной температуре для человеческого тела аспартам разлагается. И в результате его разложения образуются формальдегид, страшный канцероген, и метанол, который являлся причиной ослепления огромного количества людей, которые использовали метиловый спирт вместо этилового спирта. В России аспартам официально разрешен к применению в качестве пищевой добавки. А метанол и формальдегид запрещены и признаны сильнейшими ядами. Формальдегид может влиять и на генетику человека, может влиять на ДНК, на молекулы ДНК, и может вызывать необратимые процессы не только у человека, который этот формальдегид поглотил в виде аспартама или в каком-то другом виде, но и у его потомков, у его детей, внуков и так далее. Единственное объяснение, почему аспартам изобрели и почему он используется, его дешевизна. Он слаще сахара в 200 раз. Это находка для производителя. Вместо тонны сахара потребуется всего 50 килограммов сахара-заменителя. И еще заманчив для нас маркировкой «не содержит сахара» или «низкокалорийный продукт». Массовым и очень популярным продуктом дешевизна сделала и маргарин. Удивительный продукт. Гидрогенизация превратила жидкое растительное масло в твердое. Однако, если происходит не полная гидрогенизация, а это неуправляемый процесс, вместо насыщенных жирных кислот могут образоваться трансжиры или трансизомеры ненасыщенных жирных кислот. И эти жиры-мутанты также абсолютно неуправляемо поведут себя внутри человека. Слели печенье одно, второе. А сейчас почти во всех кондитерских изделиях такие жиры, и начинается процесс перестраивания организма человека. Медленный, но очень опасный. Все мембраны клеток состоят в первую очередь из жиров. И там должны быть жиры как твердые, насыщенные, так и ненасыщенные. И если в обмене человека участвуют трансизомеры жирных кислот, то они нарушают строительство практически всех клеток. И, соответственно, и развитие опухолей раковых, и развитие тромбозов каких-то, сердечно-сосудистых заболеваний, вероятность этих заболеваний возрастает из-за употребления трансжиров. И поэтому трансжиры являются чистым ядом для организма. Мы уже не готовы отказаться от тех вкусовых ощущений, которые у нас сформировались. Нейроны, отвечающие за стремление к удовольствию, в последние сто лет стали работать совсем иначе. Они трансформировались, пристраиваясь под еду с ароматизаторами, усилителями вкуса, с химическими добавками, генетическими изменениями. Ко всему, что предлагает современная пищевая индустрия. Мы же хотим есть красивые продукты, а не некрасивые, да? Ароматизаторы, мы не хотим жевать безвкусные продукты, мы хотим есть вкусные продукты. И даже если сами люди не обращают особого внимания на побочный эффект от пищевого изобилия, природа все решит сама. Для нее важно, чтобы все виды живых существ на планете размножались. Иначе нарушится равновесие, и сломается весь ход эволюции с ее естественным отбором. Не восполняем популяцию, значит, не нужны природе. Эволюция – процесс медленный, и она тоже идет в определенных рамках. Если что-то появляется совсем резко отличающееся, то оно, скорее всего, природой будет уничтожено, потому что просто оно не впишется в существующую систему взаимосвязей между всеми организмами, если это будет резко изменение. Примерно то же самое, не исключено, произошло с неандертальцами. Они прекрасно проживали на европейских и азиатских территориях. По объему черепной коробки превосходили современных людей. Как показали исследования их ДНК, они были абсолютно устойчивы к болезням, которые возникают из-за генетических изменений. А у нас они, кстати, есть. Это и аутизм, и болезнь Альцгеймера, и шизофрения. Неандертальцы быстро развивались. К 80 годам наступала половая зрелость, но все же вымерли. Есть версия, что случиться это могло только из-за одной мутации, которая повредила мужскую Y-хромосону. В итоге у женщин во время беременности организм отторгал плод мужского пола. Размножение постепенно сошло на нет. Нет потомства, не осталось и целого вида из рода людей. Спустя 35 тысяч лет, похоже, подобное угрожает другому виду – нам. А всего-то мутировать до бесплодия из-за вкусной современной еды. На этом месте мы вынуждены прервать наше расследование, потому что все, что мы хотим рассказать дальше, а нам есть что рассказать, требует уже вечернего эфира. Времени, когда дети, у кого они есть, конечно, уже пойдут спать, потому что это уже будет история не для них. Итак, почему с таким трудом и так мало рожает последнее поколение жителей Земли? Об этом во второй части нашего документально-медицинского расследования, которое мы назвали «Я тебя не хочу». Сегодня ровно в 22.00. Не пропустите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА